Тяжело было включиться в работу. Я думал, что в работу будет включаться намного легче. О, я резину пожег. Значит, в ближайший месяц будет происходить очень много интересных моментов. Будет привлекаться инвестор, получение денег, путешествие спонтанно. Решили поехать хрен знает куда. Просто такую жопу мы решили поехать. 358 километров. Мы встретили еще местных. Они нам рассказали, что это очень-очень приватная территория. И об этой локации мало кто знает. Сегодня уже пятый день, как мы вернулись в Грузию. И только сегодня, в пятницу, я выехал из дому в 10 утра. Проснулся в 8. Хотя и до этого, после перелета, там где-то первые 2 дня в 8 просыпался. Но абсолютно тяжело было включиться в работу. Я думал, что в работу будет включаться намного легче. Мы вот вернулись в Грузию. Я, короче, никак не могу включиться в работу. Мне скучно. Мне реально скучно. И я чуть-чуть поработал. Там какие-то задачи повыполнял. Но так окончательно не могу, короче, включиться в работу. И вот у меня появилась идея научить Алину ездить на машине. И мы сейчас поедем учить принцессу кататься. Значит, инструктаж. Села, пристегнул. Настроишь себе сидение здесь, как тебе удобно. Но я сразу тебе выше подыму. Это не я, это сидушка. Пристегнулась. Все по это, поправила. Вот посередине есть тормоз, а справа газ. Села, пристегнулась. Все. Оп, все, больше ничего не надо делать. Ой, слушай, так непривычно, что, ну, типа, что ремень с этой стороны. Оп. О, молодец. Так, это подтверждение, что это ездит Алина, а не я. Окно восьмерки уже научилась рисовать. Так, мой вердикт, у тебя есть предрасположенность к вождению. Это сто процентов. Сейчас будет мастер-класс, садись. Цвет красивый. Ого. О, я резину пожег. Здесь там камеры нету. А то за дрифт очень большой штраф. Но после отпуска, конечно, немного остыл. Сложно было, короче, опять включиться в работу. Вот сегодня пятница. Сегодня я уже тоже встал в восемь, пока там домашними делами позанимался. В десять я выехал из дому, вот я уже в кафе. Сегодня у меня будет созвон с Андреем. Как всегда, мы раскрываем очень много классных моментов. Сегодня посмотрим вообще, как пройдет разговор, как обстоят дела. В общем, я практически закончил презентацию для инвестора. Мне осталось там досчитать экономику по бизнес-модели, добить текст по презентации и заключить, ну, и подготовить саму презентацию. После этого все, я буду презентовать презентацию инвестора и надеюсь, что все получится. Я всегда уверен, что все получится, потому что когда я был с ним на встрече, он уже был заинтересован в том, чтобы мы вместе запускали проект по видеопродакшену в Дубае. Вот. И все. И дальше будем набирать команд, дальше будет много интересной работы. Вот так уже прошло полтора года, да, как я запустил этот проект, начиная с нуля. Очень мало я уделяю внимание влогам, очень поздно они выходят, задержка лютая, бывают там нормальные моменты, когда я выпускаю влог там каждую неделю и регулярно все выставляю, все записываю. Бывают такие проседания, такие как на полгода, вот, что и сейчас я делаю и монтирую влоги с ноября. Потом еще влог с Гонконга, потом как я начал работать с Андреем и, короче, ну как бы много интересного происходит на самом деле. Строить бизнес с нуля это очень сложно всегда, да и вообще даже не с нуля, всегда вообще сложно строить бизнес. Вот, но сложно до тех пор, пока тебе не становится интересно и ты не становишься быть вовлеченным в это дело. Потом появляется уже интерес со сложностью, так как прохождение уровней в игре. В общем, короче, классно, круто. Сейчас буду созвониться с Андреем и дальше еду еще на одну встречу по одному прикольному проекту, возможно, что-нибудь подсниму и покажу. Ну что, я провел сейчас созвон с Андреем, все как всегда прошло очень круто. Поставлены новые цели там на ближайший месяц. Значит, в ближайший месяц будет происходить очень много интересных моментов. Я сейчас заканчиваю презентацию по инвестору. Будет привлекаться инвестор, получение денег, инвестиций и масштабирование команды. Финальным результатом у нас в команде должно примерно быть минимум 7 человек в команде. Это уже официально такая будет команда. Минимум 7 человек и, ну, естественно, инвестор восьмой будет. То есть, по истечению там одного месяца должен быть уже привлечен инвестор, получены деньги и наняты сотрудники. Плюс мы переедем в офис работать. Все. Это цели на ближайший месяц. Вот. Что-то еще хотел дополнить. В общем, прошло все круто. Я уже это как бы включаюсь в работу. Появился опять этот интерес, желание там познавать что-то новое, масштабироваться, расти. Не с таким напряжением, какое было до отпуска. Поэтому отпуск это очень главное. Встреча сегодня перенеслась за тот проект, который я говорил про яхту. Она будет завтра. Но в любом случае я возьму с собой купошку и запишу какой-то влог про ту встречу, если получится. В общем, начиная с нуля. И мы уже многое сделали. Оставайтесь на связи. Так, ну что, я тут решил записать влог. Я по-прежнему работаю Тим Кортенс. Это уже другой день, естественно. Так, какие новости, какие обновления. Заканчиваю подсчеты финансовой модели на год. Ну, так все выглядит. Красивенько все оформлено. Я столкнулся со следующими сложностями. Это сумма инвестирования и на инвестиции компании. Но так как я имею уже работающий бизнес и он приносит прибыль, я считаю, что можно... Я хочу, короче, как-то все оформить так, чтобы можно было бы запрашивать 500 тысяч. И часть из этих денег, типа, 50%, 250 тысяч, они обходили мне как вклад и покупка вот уже той части готового бизнеса, который приносит доход. Короче, я не знаю. У меня просто все на таком заторе, на запаре, на такой. Короче, я пока не могу разобраться. Цифры показывают, что, типа, 500 тысяч по инвестированию не нужно, но в среднем 300 где-то. Но остается вопрос в том, что если будет инвестировано 300, то инвестор будет ли возвращать свои инвестиции, либо он инвестирует 300 тысяч. То есть это уже на какие условия я там, как мы уже будем с ним обсуждать это. То есть, типа, он инвестирует 300 и он инвестирует эти деньги без возврата. То есть он вкладывает их в компанию. И все, в компании уже есть бюджет 300 тысяч, и мы начинаем отсюда работать. Отсюда уже прибыль делится там напополам. Я думаю, возможно, такой вариант тоже будет, типа, оптимальный. А если он инвестирует 300 тысяч, мы выходим через полгода в точку безубыточности. То есть у нас 300 тысяч на счету, и дальше у нас только идет прирост. В общем, пока не понимаю, как все устроить, как все спланировать, как все правильно расписать. Короче, есть такие сложности. В общем, сейчас сижу, вот такая вот голова. Не знаю, как правильно даже сформулировать текст. Как это так. В общем, буду держать вас в курсе, рассказывать про обновления, рассказывать новости, что происходит. Поэтому, как и так, сижу, работаю на связи. Так, ну что, мы едем в небольшое путешествие. Точнее, не в небольшое, а в большое путешествие спонтанно. Решили поехать хрен знает куда. Ехать нам три с половиной часа. Грузим машину. Мы наконец-то загрузили все. Короче, едем мы за 300 километров. Покажу сначала, куда мы едем. Вот капец далеко, конечно. Просто такую жопу мы решили поехать. Тревел настроение. 3 часа 20 минут. 358 километров. Мы едем. Здесь началась какая-то лютейшая песчаная буря. Молния херачит. Сейчас покажу, что происходит на улице. Песчаная буря сменилась только что дождем. А сейчас вообще ничего нет. Ни дождя, ни бури. Это прикол. Короче, мы приняли решение ехать дальше. Только что была молния, был лютейший дождь, был лютейшая песчаная буря. Но сейчас прыгаем и асфальт уже сухой, и погодка нормала. Так что, едем. Ну что, нам ехать еще час. Короче, всю дорогу идет дождь. То есть дождь, то нет дождя. Остановились на заправке. Тягачит дождь. Ну такой, нормальный. Погода, кстати, какая-нибудь погода. Короче, прикольно. Ассам алейкум. Оп. Туда. Так, ну что. Мы здесь едем. Доехали почти до местности. Здесь почти ничего не видно. С двух сторон вода. Грязная машина. Грязный мост. Мы поездили, поискали место. Больше ничего лучше не нашли. Поэтому будем ночевать здесь. Мы проснулись. Кстати, время не посмотрел даже сколько. Разбудила машина, подъехала. В общем, проснулись на другой планете. Посмотрите. Сейчас собираемся. Может попьем чай. И пойдем исследовать вот эту всю территорию. Там должно быть очень красиво. Мы выдвинулись в путь. Посмотреть, какие красоты окружают эти просторы. Сейчас посмотрим. Вообще, конечно, прикольный вид. Отлив. А это кто оставляет? Крабы. Волки. Блин, ну здесь вообще супер-пупер прям. Супер-пупер, да? Класс. Супер-пупер. Слушай, это что-то необычное. Это как солончаки какие-то. Это соль. Но тут прям пласты этой штуки. Оно вот именно пластами идет. Кто знает, что вот это такое? Похоже на соль. Солевые залежи какие-то здесь. Мировой запас соли расположен на этом перешейке. Идем дальше. Произошел сбой в матрице. Прикольно, может небо деформируется? И ей это видит только телефон. По человеческим глазу это не доступно. Как тебе? Пушка. На Марсе. А я, Саня, на твой снимала. Так, мы находимся в каком-то мистическом месте. Теперь у Алины тупит телефон. Везде вот так блымает. Даже на видео. На камерах. Жестко. Давай, воду закидывай. Воду закидывай. Сейчас будем разбираться. Ух, блин, там дурак. Эй! Уху, привет! ízь, б Inv険. Уху, привет! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, мы встретили еще местных Они нам рассказали, что это очень-очень приватная территория И об этой локации мало кто знает Они прям удивились Говорят, как вы узнали об этой локации? Ну, в общем-то, локации мы полить не будем Мы добрели здесь до конца этого пляжа То, как нам и говорили, там локалы Что вот, ну, типа, длиной в километры где-то пляж И там начинается приватная территория Там виллы местных или дачи местных Фермы Короче, дошли до конца Виды здесь бомба, потрясающие Вау, бомба, вообще красота Короче, мы едем домой И проезжаем здесь Как раз вот эту косу Вот этот перешей карабский Но Сейчас отлив и вода далеко отошла Вау Офигеть, здесь какой отлив Просто нереально Проезжаем рисовые поля Слева Справа мангровые леса Вообще идеально Классно В Саудии Этот Короче, из-за отлива Из-за отлива Вот там отлив Из-за отлива Из-за отлива вода сильно отошла И пляж Ну, типа, не такой красивый Вообще, вот этот пляж Как будто бы должен быть прям бомба Таким красивым Когда было бы здесь много воды Так, какие идеи, какие предположения Мы сейчас едем куда дальше Мы решили поехать в Иорданию Оставайтесь здесь Интересно, конечно Так, ну что, какая ситуация Значит, какое число сегодня Сегодня уже 22 мая И следующая Ситуация следующая У меня было запланировано К концу мая То есть начало июня Уже быть с инвестором И уже искать сотрудников Или даже уже найти новых сотрудников Но, как бы, чуть-чуть пошло не по плану Потому что инвестор На которого я, честно говоря, рассчитывал Он немного подвел Он говорил, что Да, да, круто, давай Блин, классный бизнес Все, круто, круто И он такой мне записывает голосовуху Типа, я там ему пишу Ну, что там ты решил Там, что там кого Какие результаты Что там, давай Там время, деньги Типа, пора уже двигаться дальше А он такой говорит Ну, вот, понимаешь Там, типа Типа, я не знаю Типа, возможно, это рискованно Я вообще болел Типа, я еще ничего не решил Короче, какие-то такие находят отговорки На самом деле В его словах я понял, что Он не хочет Как бы уже Инвестировать в мою компанию И я, получается Остаюсь без инвестора Какие задачи стоят теперь передо мной Во-первых, определиться Как я дальше буду действовать Либо я продолжаю искать инвестора Но при этом многое теряю Да, я не работаю Есть там некоторые клиенты Которые заказывают съемки Но новые клиенты не приходят Это тоже нехорошо Либо я вообще Перестаю искать инвестора И своими руками Своими силами Строю свой завод Без кого-либо И просто-напросто Начинаю там бомбить Начинаю сейчас искать новых клиентов сам То есть все делать так Как я планировал год назад И там работаем Несколько месяцев сами Я выступаю в роли менеджера И ассистента И так далее А потом мы нанимаем команду постепенно Вот Поэтому как вариант Как вариант Сейчас Поискать, допустим Тебе, может, какого-то Сейлс-агента Недорогого Который будет гонять Хотя бы по съемкам Обучить его Либо Либо продолжать сейчас Самому Работать И после того Как я там Типа соберу Какой-то капитал Который будет мне там Покрывать менеджера По продажам То я возьму Менеджера по продажам Ситуация, в общем Такая Необычная Я должен сегодня Определиться Как я буду поступать Ну и другой вариант Это Я сейчас продолжаю Работать сам Но параллельно Буду искать Инвестора Чтобы на деньги Инвестора Уже нанимать команду В общем Я сейчас буду определяться Еду в свое любимое Кафе работать Ну что Я кажется Решил для себя Я буду Запускать Сам По новой Ну не по новой А продолжать Без поиска инвестора А инвестора Буду искать параллельно В общем В следующем выпуске Узнаем Получится ли у меня Реализовать то Что я задумал Оставайтесь на связи А этот выпуск Подходит к концу Ставьте лайки Если вам понравилось Пишите комментарии И рассказывайте друзьям Начинаю с нуля Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok